Дальнейшее решение С учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков. Что происходит и будет происходить на денежно-кредитном рынке нашей страны после сегодняшнего решения Центробанка России? Это мы узнаем прямо сейчас у директора по стратегии инвестиционной компании Финам Ярослава Кабакова. Ярослав Александрович, здравствуйте. Добрый день. Центробанк вновь повысил ключевую ставку. Что повлияло на такое решение, как вы считаете? Ну, в первую очередь, конечно же, рост инфляции и инфляционные ожидания, которые закладываются нашими гражданами в этом отношении. Не очень, так скажем, позитивная динамика, особенно по ряду части продукции. Но при этом стоит отметить, что ЦБ, кстати, отмечает замедление кредитования в ряде отраслей, в ряде, так скажем, продукции. И в этом отношении, да, можно ожидать, что замедление будет происходить достаточно быстро в ближайшие месяцы. Поэтому стоит, видимо, рассмотреть текущее повышение как одно из последних. Ну, по крайней мере, лично мое мнение, что выше 16-ти мы вряд ли пойдем дальше. Ставка повышается не первый раз. Эффект, который регулятор хотел достичь этим решением, все-таки получен или нет? Уже можно оценивать, как повышение сказалось на экономике? Нет, пока эффект не получен. И об этом как раз и говорит Центральный банк о том, что инфляция должна вернуться к целевым уровням 4%. Но это уже планы на 2024 год. И в этом отношении ЦБ будет придерживаться более жесткой денежно-кредитной политики, пока инфляция не начнет снижаться. Каково будущее в нынешних условиях самого популярного кредитного продукта – ипотеки? Вот несмотря на высокие ставки и инфляцию, граждане ставят рекорды по объему оформленных жилищных кредитов. Торопятся оформить займ как можно скорее. Мы это видим по очередям в некоторых банках. А что будет с рынком недвижимости теперь? Вы знаете, я думаю, что у нас ждут в определенной степени не очень позитивные моменты, связанные с повышением первоначального взноса по субсидируемой ипотеке. И в этом отношении мы сейчас должны дождаться с вами выступления главы Центрального банка, чтобы некоторые определенные нюансы, связанные с дальнейшими действиями, немножко прояснить. Почему? Потому что из того коммуника, которое выпустил Центральный банк, пока еще не совсем понятно дальнейшие действия ЦБ. Да, вы имеете в виду прежде всего, что касается льготной ипотехи, да? А каковы риски того, что создается все-таки этот ипотечный пузырь из-за резкого перегрева этого рынка? Ну, говорить об ипотечном пузыре на российском рынке не приходится. Определенное затоваривание и, так скажем, снижение потребительского спроса, снижение реальных располагаемых доходов может вызвать негативные, так скажем, тенденции в секторе, снизить в первую очередь, на мой взгляд, доходы банков. Ну, а я бы не преувеличивал бы вероятность пузыря. У нас, по крайней мере, не такая уж сильная и закредитованность, и не такой уж сильно развитый ипотечный рынок, чтобы сравнивать его с Юго-Восточной Азией или с экономиками США и Европы. Президент накануне сказал, что семейную ипотеку надо продлить, и правительство будет над этим работать. Это может каким-то образом спасти ситуацию на рынке, как вы считаете? Да, в любом случае, субсидирование ипотеки будет продолжаться, видимо, на новых территориях будет развиваться в этом отношении. Почему? Потому что тут стоит учитывать определенные риски следующего года. Мировая экономика подходит достаточно сложному периоду. Высокие процентные ставки не только в России, беспрецедентно высокие ставки во многих сейчас странах. И мы увидим с вами замедление темпов роста мировой экономики. Соответственно, это может вызвать охлаждение рынков недвижимости во всем мире. Первый момент. Второй момент. Если мы увидим с вами некое охлаждение, то рынок недвижимости становится одним из основных механизмов для поддержания темпов экономического роста. Ну, то есть, простейший пример. 2008 год, когда разразился мировой кризис, связанный с ипотечными закладными в США, Китай выделил порядка, по-моему, 800-600 миллиардов для того, чтобы поддержать рынок недвижимости и таким образом не снижать, ну или, так скажем, поддержать темпы экономического роста. Поэтому я думаю, что в любом случае российская экономика будет опираться на рынок недвижимости, на стройку, на потребление стройки и металлов, или производители различных строительных материалов. И это, конечно же, хороший инструмент для роста экономики. Поэтому льготная ипотека будет оставаться при достаточно высоких ставках. Но другой вопрос, что первоначальный взнос может быть увеличен, там, предположим, 30-40, может быть, даже 50% для того, чтобы как раз не создавать такой дисбаланс, который мы сейчас наблюдаем, между ценами по первичке и вторичке, между ценами по льготной ипотеке и при кредитовании обычной. А как будет вести себя рубль в этой ситуации? Сейчас он укрепляется, но незначительно. Какие уровни мы получим в следующем году, например? Ну, здесь у нас множество переменных, так скажем. Почему? Потому что, если мы говорим с вами про динамику рубля, она складывается под сразу несколькими факторами. Ну, в первую очередь, это приток отток валюты на российский рынок. И в этом отношении у нас, как я уже сказал, основной момент – это темп экономического роста внутри России, экспорт углеводородов, сырьевых сырья и так далее. И конъюнктура сырьевых рынков может существенно измениться в 2024 году. Но если мы говорим с вами о продолжении текущих тенденций, которые сейчас складываются, весьма вероятно, динамика будет оставаться примерно у текущих уровней. Весьма вероятно, мы увидим динамику в рамках текущего диапазона. Поэтому большинство экспертов склоняются к прогнозам в районе 90-95 рублей за доллар. То есть фактически текущий уровень. Каков ваш прогноз на следующий год? Стоит ли ожидать дальнейшего роста ключевой ставки или ее снижения, например? И на что будет вообще ориентироваться ЦБ при принятии этого решения, кроме уровня инфляции? Основной фактор – это уровень инфляции. Поэтому, конечно же, как только инфляция начнет замедляться, вероятнее всего не будет повышать ключевую ставку. Это первый момент. Когда мы увидим уровни, близкие уже к таргетам, которые выставляет Центральный банк, примерно 4%, соответственно, ЦБ перейдет к смягчению денежно-кредитной политики. Но, учитывая, опять же, общие тенденции в мире, которые складываются, весьма вероятно, что апрель, март, весьма вероятно, уже в этот период ЦБ перейдет к снижению ключевой ставки. А с вашей профессиональной точки зрения, нынешняя ставка комфортна для экономики России? Ну, смотря для кого. Можно отметить, что часть кредитных учреждений, финансовые учреждения, вот Московская биржа, я думаю, что для нее текущая ключевая ставка вполне комфортна. А вот для части промышленных предприятий, ну, предположим, особенно для тех, у кого достаточно высокие долги и плавающая кредитная ставка, соответственно, это не очень интересно. Более того, мы видим, что по части предприятий складывается не очень позитивная ситуация. С обслуживанием долга часть компаний может выйти на банкротство, дефолты, тех дефолты по облигациям и так далее. Поэтому это, конечно же, дисбаланс с точки зрения процентных ставок. И так долго экономика существовать с такими ставками не сможет. Либо будет, ну, так скажем, определенная деградация и трансформация экономики. Будем уходить в что-то другое. Понятно. А как в целом можно охарактеризовать потребительские настроения сегодня? Люди начали вкладывать деньги в банки на фоне высоких ставок по вкладам? Или все-таки тратить сбережения? Что вы думаете по этому поводу? Да, даже ЦБ отмечает, что происходит переток с текущих счетов на накопительные счета. Конечно же, банковские депозиты сейчас выглядят в определенной степени наиболее привлекательно для инвестирования. Ну и плюс ко всему, часть финансовых инструментов, те же самые облигации. Часть облигаций, то есть понятно, что найти облигации с доходностью в 16%, я имею в виду, можно, конечно же, на российском рынке. Но если мы говорим про государственные облигации, то ставка там чуть поменьше, конечно же. Но с другой стороны, можно найти те же самые облигации федерального займа на несколько лет со ставкой 14%. И в этом отношении я бы, наверное, обратил бы на это внимание. Почему? Потому что, конечно же, ЦБ перейдет к смягчению денежно-кредитной политики, а вот зафиксировать такую ставку на несколько лет, это будет очень интересно. Понятно, спасибо, Ярослав Александрович. А ситуация на денежно-кредитном рынке страны мы говорили с директором по стратегии инвестиционной компании «Финам» Ярославом Кабаковым. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова